Поехали! Продолжаем разговор. Отвечаемся, Сурьер всё нам рассказал, рассказал. А теперь пришло время отвечать за свои слова перед нашими слушателями и зрителями. Первый вопрос пришёл от, даже не знаю, как здесь не написано, в общем, от нашего или от нашей зрительницы. Вопрос, родные, а что такое любовь? Ну, как бы в теме передачи это вообще-то не было за один, потому что любовь. Мужчина, женщина есть, значит, должна быть любовь, а как без любви-то? Или мы про какую-то другую любовь говорим? Про какую-то другую. Очень вопрос хороший, но в данном случае, если мы… Ну, наверное, я не то чтобы не смогу ответить, потому что сам по себе вопрос настолько, опять же, глобален, практически ничуть не меньше, чем взаимоотношения мужчин и женщин, и мы там в той или иной степени всё равно будем к нему возвращаться, потому что мы вот сегодня использовали термин «взаимность». Взаимность — это как раз отражение возможности этой любви. Взаимность. Когда как бы древнее правило, оно реализовано… Ну я почему? Потому что объясню почему. То, что вот я описывал сегодня мужское и женское начало, как оно проявляется во всемире, начиная от ещё до всемиря, до появления кона, да? И точно так же то, что мы называем, привыкли в бытовом смысле называть любовью, это, конечно, отражение, смысл и проявление одного из высоких принципов. И вот, и опять же, наверху он выглядит несколько иначе, чем мы привыкли как бы проявлять себя в тех образах, в которых мы находимся. Потому что у нас любовь, как правило, она ограничивается опять же в том ключе, что мужчины и женщины каким-то образом соединяются, даже как бы вот есть такое понятие забавное — плотская любовь, да? Вот. А наиболее продвинутые, назовем их так, в кавычках, пассажиры называют это вообще сексом, да? Вот. И говорят, а секс — это любовь или не любовь? И ответа почему-то особо не услышат. Поэтому, если в контексте разбора наших сегодняшних, наших сегодняшних изложений, сегодняшней передачи, мы, я как и говорю, любовь в данном случае проявляется как взаимность. А взаимность — это как раз когда двое находятся в принятии друг друга. Поэтому это то, что мы, скажем, мы могли бы назвать первый уровень любви. Потому что принятие — это подразумевает, что ты устремления другого принимаешь значимыми, не менее, чем свои, и обратно. То есть свои устремления твой суженый или твоя суженая принимают не менее значимо, чем ты его. И как вот древняя формула, которую часто озвучивают, но опять же, мало кто, к сожалению, понимает. На самом, с одной стороны, простом и примитивном уровне звучит примерно так. «Живи сам и давай жить другому». В нашем ключе, если ты взаимен, значит, вступая в взаимоотношения, ты стараешься, вот что такое проявление. Мы не будем сейчас описывать сам принцип людей, но проявление любви, когда все твои устремления, все твои пожелания, в первую очередь, направлены на то, чтобы твой суженый или твоя суженая, если мы берем вот этот земной уровень и ограниченность одной мира бытия, были счастливы. Вот это ключевая позиция проявления любви. И на ближнем, и приближенном к нам уровне. Поэтому вот я, наверное, на этом остановлюсь, чтобы нам длинные-длинные изложения не разводить, потому что мы в них сами не утонем, но, боюсь, можем многих утопить, потому что вопрос большой, и разбирать его надо тщательно, долго, с пониманием. Не будем писать книжечку «Новую Муму» про Герасима и Собачку. Не будем. За что Герасим утопил Муму? Да, утопил Муму, да. Идем дальше. Стеша А, вопрос в эфир. Мы приходим к тому, к чему идем. То есть мы приходим к тому, к чему идем. Из жизни в жизнь. Или есть некий уровень. Или все меняется, а потом нам выдается судьбой. Можно так сказать спасибо за ответ. То есть какие есть вопросы? Мы приходим к тому, что идем из жизни в жизнь. Или есть некий уровень? Ну, как сказать, сейчас подумаю, потому что... Как-то уж больно сложный вопрос для меня. Не, ну что, вопрос-то простой. Вот есть уровень, до которого мы доходим, и там дальше кирдык? Или все-таки мы идем, 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 идем. Это бесконечно. Не, ну, как бы сам родовой обычай, родовая традиция, да, видосовская, она нас совершенно четко нам поясняет. И, собственно говоря, нами это многократно проверено, и на собственном пути в том числе, что мы движемся из бытия в бытие. И, собственно говоря, даже когда мы выходим из пребывания в этом теле, смену меры, происходим, то лишь условно говоря, можем сказать, умираем здесь. По уровню своего духовного существа мы от нави до светлой нави поднимаемся на тот уровень, который соответствует нашему событию. Потому что я видел сущности, которые, уйдя отсюда и потом возвратившись, возвратились уже значительно в более высоком состоянии. Почему? Потому что те, которые здесь были на нижнем уровне сознания, у них велика возможность, ну, просто уйти в нафи и там дождаться следующего воплощения. А те, которые были в достаточно хорошем устремлении и к развитию, постижению себя и мира, мира и себя в этом мире, они между воплощениями набирали очень серьёзные, приходили уже в таком значительно более высоком состоянии, нежели ушли. Хотя казалось бы. Потому что вот этот момент, что между воплощениями они собирали, собирали своё существо, набирали новые качества и пришли уже со значительно большими проявлениями и возможностями следующего воплощения. Поэтому, как сказать, в Семире разделяют часто там на познанное, непознанное и непознаваемое. Но непознаваемое, оно просто до какого-то момента тех кодов, через которые мы сможем это познать. Ну, просто на сегодняшний день есть познанное и непознанное. Да, и непознаваемое, которое не, как говорил Козьма Прутков, не потому что наши понятия там слабы или сильны, а просто эти вещи пока не ходят в круг наших понятий. И поэтому, если ты движешься с устремлением к вот этим ключам, к повышению качества своей светимости, своего света, своего развития, раскрытия понимания и постижения любви как одной из возможностей через взаимность, ты, естественно, будешь подниматься. И чем ты на более высокой ноте, почему, я говорю, у нас в одной из передач мы обязательно посвятим практике смерти и практике умирания, да, для того, чтобы люди понимали, что вот этот момент, ну, объясните, и мы будем возвращаться к ним много раз, что этот момент перехода и трансформации по смене меры, это ключевой элемент нашего события, потому что именно от этого события мы переходим в это другое бытие. И от нашего качества на тот момент в очень большой степени зависит, во-первых, куда мы сможем взойти по смене мер и каким образом мы придём сюда снова, если будет на то необходимость. Хорошо, далее Светлана тебе здравие передаёт, рада тебя слышать. Какую роль и значение для обретения неписанной веды играют отношения между мужчиной и женщиной? Благодарю. Какую роль? Ну, как вот сейчас в процессе изложения, что я и сказал, что взаимоотношения мужчины и женщины — это колоссальная ключевая возможность для трансформации и развития своего духовного существа. Да, потому что если вы находитесь в достаточно высокой степени любви и проецируете её вокруг себя, то, соответственно, весь мир становится более наполненным любовью. Что касается веды неписанной, вот она как раз пристегается в том числе, потому что мы всё время о веде неписанной говорим, и просто многие вещи могут быть записаны, а неписанная в том плане, что она же не потому, что не существует, или не потому, что она не записана, а потому что она существует, безусловно, в каждом из нас во всей полноте. И пребывая вот в этом состоянии взаимности, принятия в более высокой степени любви, вот вы являетесь проводником, подателем и носителем этой веды неписанной и тем, кто её постигает напрямую. Вот что касаемо веды неписанной и через возможность взаимодействия духовных существ, проявленных в мужском и женском начале. Далее, Влад, вопрос эфир. В чём божественная суть любви человека? Вот опять про любовь. И снова про любовь. Ну, к сожалению, слово это настолько замылили, да, я говорю, что уже кто-то до трёх букв сократил, до четырёх там секс, да. Вот, божественная любовь – это тоже такой как бы определённый жупел, если там условно в христианскую сторону глянем, то у них вот есть там понятие божественной любви как самая высокая степень любви, и есть там вот эти понисходящие там вплоть до скотской любви. Так вот, скотская и божественная любовь, да. Но если мы там смотрим на вот этот принцип взаимодействия по любви в этих структурах, которые в ауровистических культах пребывают, мы видим, что как бы ни принятием, ни взаимностью, ни возможностью там и не пахнет. Поэтому то, что между ними происходит, это почему-то чаще всего воспринимается, да и похоже, не на любовь, а на ненависть. А если мы как бы вот в этом ключе пытаемся опять делить, исходя из христианских посылов, что вот есть божественная любовь и есть там низкая скотская, это неправда, потому что любовь как высший принцип, да, как я и объяснял, что вот то, что мы здесь называем как мужское и женское начало, наверху, на самом, это выглядит вот так. Точно так же любовь — это как принцип радостного принятия и единения всего со всем, нахождение в единой радости, да, вот что такое любовь. Нахождение в единой радости от нижних миров до самых высших. Это и есть одно из более высоких проявлений любви. Вот что такое. Мы могли бы назвать божественной любовью, но это тоже неправильный термин, потому что тут единый смысл, единая радость с самого верху до самого низу. Просто ввиду ограниченности человеческого существа до определенного уровня развития, у него, так сказать, удовольствие, получаемое от совокупления мужский и женский начал принято называть любовью, потому что это как бы в той или иной степени отражение этого высшего принципа есть, потому что, извиняюсь за выражение, в момент оргазма уровень принятия на очень высокой степени находится, и там есть более высокое, потому что, скажем так, плотскому взаимодействию мужчины и женщины как телесных и как душевных и как духовных существ, я думаю, мы как-то тоже посвятим отдельную передачу, потому что это тоже ключевой момент взаимодействия. И на сегодняшний день это как возможности правила обретения жива. Далее, Стеша А, вопрос в эфир. Меня интересует сам момент узнавания. Как так возможно, чтобы люди потеряли все знания о роде? Спасибо. Как так возможно? Ну, мы неоднократно об этом говорили, потому что нас часто отправляют в 9-й, в 10-й век, вот типа там была ведическая традиция. Нет, ведическая традиция там уже была утрачена в очень большой степени, я не скажу там в каком процентном, условно говоря, отношении, но в большей степени она уже была утрачена во внешнем мире. Потому что веда не писана, она никуда не исчезает, она прошита во всем мире, и, собственно говоря, ведающие, достигающие, ведуны той или иной степени как бы соразмерности всемирью, они могут эту веду уже считать и читать напрямую, без текстов. Вот, и все. Просто сейчас задача там и возможность в том ключе, потому что для меня, вот бесспорно, что очень большое количество высоких сущностей сейчас и идёт на воплощение, и уже воплотилось. И, собственно говоря, они сейчас и уже проявляют веду в виде слова, веду не писанную. И, собственно говоря, почему мы, получив это право от старших ведущих в той или иной степени, излагаем допущенные и уже там неплохо раскодированные, растолкованные части веды, не писанной в том числе, соотнося её со старой ведой писанной. Дальше Кристина Прокопова. Доброго здравия Алексею Сурьеру. Хотелось бы узнать мнение обоих сказителей, должны ли девушки, женщины, жёны реализовывать себя в проявленном мире и свои личностные качества в жизни. Может ли женщина работать или же её удел беречь мужа, дом и семейный очаг? И если есть желание не прожечь жизнь в бытовых делах, а реализовать себя и душу свою, разве же это плохо? Не хочется прожить обыденную жизнь, не развив себя, своей души, ума. Кто мечтает заняться наукой? Кто-то археологом, путешественником. И как же быть? Так какова же роль женщины в семье? Благодарю. Ну, тут как бы и вопрос, и ответ одновременно звучит. Условно, как тут, ну, как бы в процессе сложения, я говорил, что есть долженствование, да, перед родом в продолжении и возможности жизни. вот, просто это является как бы базовым постулатом, а развитие является следующим, но не менее важным в том числе, да? Ну вот, соответственно, вы развиваете себя и развиваете жизнь и даёте возможность жизни продолжиться. просто это не, как бы надо стремиться к тому, чтобы это не входило в противоречие. Потому что я не говорю, что все-все там только должны, но для женщины, так как у неё прошивка в этом плане значительно более мощная от природы и глубокая, нежели у мужчины, ей очень сложно без реализации в этом ключе обрести радость и счастье. Это я могу сказать, есть, как бы, возможно, какие-то патологические и прочие изменения. Я не думаю, что дух и душа стремится вот к механистическому. Потому что в данном случае там где-то даже вибрации на уровне возникли. Ну, вот платили бы мне сто тысяч, да нафиг мне никакие женщины там, никакие дети там ничего не нужны. Это не развитие. Потому что развитие, оно, как бы, показатель развития, в том числе, что ваш путь приносит вам радость. Это раз. Во-вторых, как бы, надо понимать, что, как бы, рождение детей, их воспитание, это, во-первых, всё равно не вся жизнь. Вы и до должны были развиваться неусыпно. Ну, то бишь, у вас была возможность. Смогли вы это реализовать или нет, это другой вопрос. И точно так же, условно, в 40 лет жизнь не заканчивается, а продолжается, если вы жили правильно, а дети, если вы своевременно вошли в состояние, как бы, родения и призывания предков, то к 40 годам ваши дети уже находятся в хорошем, бодром состоянии, и вы точно так же, бодрые силы, можете развиваться как угодно. И в то же время, если у вас правильно организован род, то дети не являются никакой там обузой, а дети являются возможностью, великой возможностью для постижения жизни, себя, и как дача возможностей другим духовным сущностям, душам проявиться здесь, в этом мире, рядом с вами. Ну и, соответственно, у вас есть возможность получить, заслужить их, безусловно, любовь, уважение, преданность. А, собственно говоря, это, наверное, одни из наиболее высоких достижений, доступных нам в этом мире. Поэтому тут не надо противопоставлять, просто у вас какое-то немножко своеобразное мнение. Но оно, я понимаю, что может быть даже основано. Потому что если в семье не выстроена, тем почти, если я, к сожалению, видел немалую семей, где там одна мать, а у нее бывает то двое, то и трое детей. И, соответственно, как бы если она не является очень серьезным, сбалансированным и высоко поднятым духовным существом, конечно, ни она несчастна, а не дети рядом с ней. Но это, опять же, другая крайность, я говорю, задача стараться войти в правильно устроенное сообщество, общину, содружество, где вот этот родовой принцип, когда, собственно говоря, всех детей выращивают всем родом. и тогда никто не надрывается, если у всех есть возможность развиваться, и дети впитывают в себя возможности всего рода и расширяются, и развиваются очень интенсивно и хорошо. Хорошо. Давай дальше пойдем. Вот Юлия вопрос в эфир. А если женщина жаждет быть путешественником, а ее, бац, захомутали и замуж сковородкам, и детьми обвешали, а ей в горы хочется, что же тогда делать? Идти в горы до того, как вас захомутали. А когда захомутают, уже в горы не ходите. Вот примерно так. Но это как бы в контексте предыдущего вопроса выглядит примерно так же. Либо ты выбираешь движение для самоё себя, в общем-то отказываясь в той или иной степени от долженствования по продолжению жизни, то как бы имеешь все шансы. Потому что видел очень много женщин, которые там говорили, ой, мы не хотим детей и ещё чего-то. Потом видел их лет через 10, через 15. И как бы блеска в глазах уже, как правило, особо не увидишь. Потому что они пошли наперекор природе часто, следуя неким каким-то новомодным и прочим устремлением. Потом, потому что на какую бы гору вы не поднялись, гора вашего духа во сто крат выше. Вот, если вы сможете подняться до своего духа, то чего вам, к чему? А подняться туда самый быстрый лифт, это вот бескорыстная, безусловная, искренняя любовь и доброта. Вот, что вас будет поднимать в вашем духе. Вот. И сотворение, сотворение со своим мужчиной, которому вы даете взаимность и возможность реализовать, и он вам дает возможность и взаимность, и устремление у вас соединено. Вот это великая гора, которую вот я бы вам посоветовал поискать и постараться на нее забраться. Я почему не отвечаю? Дело в том, что буквально вот не так давно была записана передача «Давайте поговорим с Юлоной», и там отвечался, ну, ответ шел по вопросу, кто такая женщина, предназначение женщин, посудомойка она или кто. Поэтому, если мое мнение хотите, то услышать, то послушать эту программу, это будет намного интересней. И правильно, я же сейчас в двух страхах что-то буду здесь говорить, тем более, что эфир не мой, а Сурияра, и как-то дополнять. Ну, ты же тоже присутствовал. Вы говорите или полная? Нет, ну, ты говоришь правильные вещи, и как-то встревать, дополнять особо смысла не вижу. Если хотите конкретно мое мнение, то, пожалуйста, целая программа и есть. Предназначение женщины, женщина-посудомойка или кто. Как раз вот по этой теме. Вот. Так что я просто не буду вмешиваться, потому что время идет, и Сурияра не так часто у нас появляется. Хотелось больше его слышать, чем меня. Олег Львов. Здравствуйте. О ведущей трансляции что-то говорил, что делать с женщиной после смерти? Ух ты! Я имею в виду, что будут делать женщины и мужчины на той стороне. Ведь там уже не будет детей. И тогда какой смысл вообще в женщине? Или там уже не будет разницы между мужчиной и женщиной? Вот как. Ну, как я говорил, что мужское и женское начало, оно же не размывается полностью по смерти. Просто схема взаимодействия меняется, потому что нет необходимости заострять всё на плоти только. Есть возможность. Поэтому постсмертное существование, оно обусловлено, если у вас была любовь, да, здесь, значит, у вас есть закон подлюбия, закон притяжения. То есть, вы во всем мире, перейдя в навык, выбрав меру бытия, у вас есть возможность встретиться достаточно большая. Вот. Именно потому, что устремлений нет никаких здесь запретов. Если у вас не было никакой непривязанности, а так как мы, я говорю, 9 из 10 семей расходятся далеко не в лучших пожеланиях, то, как бы, и шансов у них встретиться не так много. Просто, словно, как бы, было понятие кармического долга до сей поры, когда заново всех, но кармический долг на сегодняшний день тоже поменял свое функциональное назначение и свой смысл. Поэтому многие кармические составляющие, так называемые, да, от прошлых воплощений, они сходят на нет. Точно так же, потому что в этом плане это, ну, как сказать, очень высокий уровень изменения и, как бы, плотных миров и тонких миров. Кармический закон, условно говоря, теперь практически работает на другом ключе. Все воздаяние реализуется воплощением в одном, как правило. Далее, Алексей в эфир. То есть, мужчина предлагает женщине ухаживание, свадьбу, дом, мебель, отдых, шубу и деньги. Она пробуждает его только согласием и при этом на духовном уровне мы равны. Такая дискриминация мужчины. Алексей против такой дискриминации. Алексей, и ты против такой дискриминации. Алексей, который написал вопрос, судя по всему, против такой дискриминации мужчин. Надо это развивать теперь движение свободных мужчин от женщин. Но феминистки уже есть? Ну да, но я же почему и говорил, что да, вот это движение феминизма, которым отмечен 20 век и продолжающийся 21, оно как раз и была сделана псевдопопытка добиться равноправия для женщин. Вот и всё. А через это просто была задача нивелировать, так свести на нет вот это мужское устремление и даже право на это устремление оказалось под запретом закона, назовём его так. Ну там не высказанного, не прописанного и в то же время так сказать мужчина мужчина устремляется к своему деланию там часто приписывают как шовинизм или прочее. Это не значит, что он стремится там овладеть женщиной против её воли. Просто как бы через отрицание возможности приближения к женщине у мужчины отрицается возможности этого устремления. И оно деградирует. Что касаемо свадьбы, машины, дом, шубу, да? Как ты так сказал? Да ещё и деньги там. А, да деньги ещё. Ну Алексей, наверное, если ты так пишешь, значит ты можешь и богат, вот, если у тебя есть такое желание своей, суженной, вот, поднести такое количество больших подарков, это только твой выбор. Твой выбор. А я не, как я говорил, что у нас есть равновеликие начала, мужские и женские, просто какой-то функциональный набор как бы сущность идущая в мужском начале осуществляет легче и лучше, а какой-то функциональный набор сущность идущая в женском начале осуществляет лучше она набор функциональный. Поэтому это вопрос, я говорю, то, что мы сказали, то, чему надо было быть отдельной передачей, это договор, как я сказал, который должен быть проявлен между мужчиной и женщиной. Условно, если ваш отслуженный ваш искренне и бескорыстно любит не за шубу, не за деньги, не за дом, не за машину и будет вас любить без шубы, машины, денег и дома, значит, она может быть не то, что может быть, она безусловно этого достойна, если она, а если она вас любит, извините за это, но это, наверное, не любовь, а это желание потребить вас, поэтому только ваш выбор, а если вы хотите быть потребляемым, то, значит, будете именно потребляемым, такова стрелявика, говорят иногда французы. Велясяй какая, да? Хорошо, Андрей Чернов, реплика в эфир, если род выбрал ипостась женщины и отождествился таким образом, то путь семьи есть единственный путь для нас, человеков. Ну, как бы, это утверждение с одной стороны, я в большей степени с ним соглашусь, потому что, во-первых, смысл, смысл примерно такой, что выбор мы делаем каждый раз сами, сколько сущностей идущих, столько и путей на вершину. Просто семья — это возможность реализации долженствования, потому что либо ты принимаешь на себя это долженствование, либо не принимаешь. Для меня оно, безусловно, по продолжению жизни. И ты в этом ключе движешься. Поэтому семья — это возможность обретения радости, это возможность постижения любви, это возможность сотворить новую вселенную, новую всемири через устремление и возможность и взаимность. Поэтому да, это ключевая позиция соединения начал. Соединение начал, но просто как бы не надо это огрублять до уровня условно только сексуального взаимодействия, потому что условно говоря плотское сексуальное взаимодействие это даже не для людей обычных не практикующих, но это просто способ сбросить напряжение гормональное, не более того. А смыслы, которые заложены во встрече, во взаимодействии, во призвании душ светлых предков, во проявлении их в оплоте, во их воспитании, во наполнении пространства вокруг себя красотой и любовью. Это величайшие возможности, которые надо находить способ реализовывать. Ну тогда давай будем подводить итог нашей встречи сегодняшней. Говори что-то доброе, вечное. Говорю доброе, вечное. Ну как бы с учетом глобальности темы, я говорю, какую-то грань все-таки я надеюсь мне удалось раскрыть и донести до наших родовичей. Но ключевая позиция в том, что устремление и возможность взаимности это вот те начало, которые есть в мужчине и в женщине, просто они немножко по-разному трансполированы в то, что устремление мужчины в притворении жизни, первое, в притворении в всем мире, у женщины первое устремление на уровне неосознанного. Это продолжение жизни. Вот. И в то же время, а через продолжение жизни у нее есть возможность притворения, потому что ее устремление направлено соразмерно и сонаправлено с устремлением мужчины по притворению мира. Почему? Грамотная женщина навсегда найдет способ реализовать свое устремление совместно и через делание своего мужчины. Это вот ключевая позиция, когда она выбирает делание вместо мужчины и притворение вместо устремления по продолжению жизни, у нее, как правило, возникает много сложностей. Поэтому устремление и взаимность, устремление, делание и возможность. Это вот ключевые позиции, которые все мы с одной стороны учисляем, с каждой имеют эту возможность. Поэтому помните, что радость во взаимности, сила в возможности, а устремление есть и у вас, и у женщины, есть и у мужчины. И просто оно немножко по-разному выглядит. Потому что у жизни есть свои задачи, ума великая как продолжение жизни, и у рода как прародителя, как предворителя пространства тоже есть свои задачи, и вы как ма, и как род ваш суженный, вы осуществляете вот эту возможность проявления в всем мире, его притворения и продолжения жизни. Вот это великая возможность, которая вам предоставлена прародителями. И вы, принимая её, входите в возможность и долженствование продолжения и движения вечности и вашего рода, и всех остальных родов наших. Благодарю за хорошие слова, добрые слова, пояснения, беседу. Мне остаётся напомнить всем нашим радиослушателям, что народное славянское радио, оно потому и народное, что существует только для народа и ради народа, и благодаря самому народу. Вот слово род здесь ключевое. Поэтому мы не делаем какой-то рекламы о себе, мы нигде там не раскручиваем какие-то баннеры, нигде не вывешиваем директы и прочее, какие-то свои объявления. Потому что если мы нужны людям, нужны роду, нужны народу, то в этом случае люди, род, народ позаботятся о том, чтобы увеличилось количество слушателей и зрителей народного славянского радио. Если мы не нужны, тогда о чём идёт и речь. К чему это сказал? Вот выступают у нас интересные люди с очень правильными словами, с очень правильными посылами, призывами и так далее. Если вы не будете распространять эту информацию, если вы не будете распространять ссылки на эти знания, то в этом случае очень мало людей об этом будут знать. А чем меньше людей ведущих, тем хуже наша жизнь. И чем больше людей ведущих, осмысленных осознанных, тем лучше наша жизнь. Жизнь начинается с мысли. Всё остальное это воплощение этой мысли. К чему это всё говорю? Если вам нравится Народное Славянское радио, если вы услышали и поняли к чему и для чего оно существует, не стесняйтесь, делитесь знаниями с другими людьми, потому что нам часто пишут совершенно случайно откнулся на это, совершенно случайно узнал об этом, а оказывается столько всего интересного, столько разных людей приходит, и так далее. Такое открытие, как Америку открыли люди для себя. Так вот, это открытие могло произойти раньше, если кто-то из вас об этом рассказал немножечко раньше. Поэтому не стесняйтесь, пишите, делитесь. И еще раз напоминаю, все вопросы, реплики мы можем видеть только на ресурсах, которые относятся к Народному Славянскому радио. Это сайт slavradio.org, это канал youtube, youtube.com слэш slavradio в одно слово, это наши социальные сети ВКонтакте, Одноклассников, Facebook. Вот только там мы можем видеть, что вы пишете. На других ресурсах мы просто не видим ваших писаний и ваших вопросов. Если остались какие-то вопросы к Сурияру, то, пожалуйста, пишите через форум обратной связи, все вопросы мы передадим, и в следующей передаче Сурияр, надеюсь, когда он к ним придет, звучит их и даст на них ответы. Ну, вот примерно так, вот примерно об этом стоило в конце сказать, ну и в самом уже заключении напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных оленарей 21 марта 2018 года среда, по одному историю в 20-й день месяца пробуждения природы 7526 лета неделя. Мы с вами говорили про уроки мудрости, это был уже урок шестой «Мужчина и женщина», такая была тема эфира, и в эфире находился Алексей Орлов и Сурияр, который вот эту тему подробненько нам раскрыл. На симе с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся, быть добру. Народное Славянское радио Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова